проверка связи добрый день кто присоединился за 15 минут до начала мы скоро начнем по-моему меня видно и слышно ну чудесно тогда через 15 минут встречаемся есть что обсудить добрый день вернее вечер уже для кого-то поздний мы через пять минут с вами начнем наше мероприятие его сложно даже назвать вебинаром это скорее будет такой разговор или кейс-лебинар не знаю жанр не совсем определён строго о том как работать с трудными студентами трудные студенты слишком широкое понятие мы его безусловно конкретизируем я предложу вам небольшую классификацию такую матрицу того что я понимаю под трудными студентами и из-за чего бывают все самые большие сложности сразу скажу это займет у нас 35-40 может быть я постараюсь в общем компактно это сделать потом мы перейдем к сессии ответов на вопросы могу сказать сразу что некоторые вопросы я видел и на некоторые из них у меня нет ответа это не значит что их проигнорирую значит что я попрошу вас высказаться участвующих здесь людей довольно много нас 36 человек еще до начала и продолжим мы это обсуждение на форуме есть коллеги которые ну например с есть несколько вопросов про заикание я могу сказать совершенно не специалист в этом и качественного ответа на этот вопрос я дать не смогу я есть какие-то идеи о том что можно сделать в этом случае но они работают не так чтобы прямо восхитительно поэтому эти вопросы на эти вопросы лучше бы чтобы ответили мои коллеги такое такая возможность у нас будет вот виктория спасибо ей большое уже в чат отправила ссылку на форум на skytech.ru где мы продолжим обсуждение всех тех вопросов которые у нас не войдут в обозначенное время потому что время ограничено а вопросы может быть не ограничены ну и вопросы довольно объемные некоторые из них там затрагивают ну из того что я видел во всяком случае до начала затрагивают очень серьезные блоки информации связанные даже с нейрофизиологии с теории мотивации со всякими психопатологическими состояниями и квалифицированный ответ конечно прям сходу на многие из них дать довольно сложно то есть понятно что если вы задаете вопрос какой-то то очевидно что вы уже попробовали что то сделать и не очень хорошо получилось и при 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 всем при при всем своем нарциссизме я не могу говорить что ну я сходу сходу смогу найти решение лучше чем то которое вы попробовали вот если в моей практике такие случались эпизоды и как-то я на них отреагировал я сработала то безусловно я этим поделюсь если ну вот как с ребенком который бьется головой а парту при малейшей попытке отобрать у него телефон в который он играет на уроках но тут у меня нет хорошего решения я встречал таких студентов очень таких аддиктированных к своим гаджетам игнорирование уговоры и попытки сделать урок интереснее телефона первое второе вообще не сработало с попытками как-то заинтересовать работала не очень надолго здесь конечно нужно обязательно подключать родителей как работать с родителями это у нас были уже встречи по этому поводу здесь нужно их призывать союзники как сказал сергей виктор селеменев такой историк но он учитель истории и автор разных статей в педагогической газете слова переди честь молоду петруша принёв услышал не в классном часе до школы воспитательная функция воспитательная цель которая есть метод предметных компетенциях в новом в госе да и в старых она была она конечно есть но по-настоящему ее влияние и тот импакт то воздействие которое школа может оказывать на воспитание современного поколения оно все таки не такое большое как даже социальные медиа ну и тем более как семья здесь но с очень агрессивными такими студентами конечно содействие родителей будет необходимо на часах 12.00 8 сентября мы выходим в эфир с опозданием почти на месяц я приношу извинения тем кто на первый анонсированный вебинар 11 августа но по техническо политическим причинам он был невозможен сейчас по цене только политическое не изменилось и техническое несколько улучшилось поэтому вот мы поговорим про сложности которые бывают со студентами ну я представлюсь меня зовут антон макаров я методисты и в общем такой скотич разнорабочий занимаюсь много чем внутри и в частности преподаванием и в частности теории игр вот немножко поэтому вы будете видеть что в некоторых решениях которые я предложу игрофикация геймификация и классическая игровая методика будут присутствовать как решение это понятное дело что интерференция моего опыта и моего интереса на какие-то вещи поэтому вот сразу тоже прошу прощения за то что может быть какие-то вещи немножко с одной стороны показаны вполне вероятно что у вас есть другие идеи по тем проблемам которые мы сегодня будем освещать это замечательно если вы ими поделитесь будет еще более замечательно по вопросам и по кейсам которые есть кейсов у нас достаточно уже много было накоплено но если у вас есть вопросы если у вас есть сложные трудные студенты с которыми не очень хорошо получается работать по разным причинам совершенно то вы можете писать их специально отведенное на платформе пруфми место которое называется вопросы и которые находятся вон там и либо писать их в чат и у вас есть сегодня модерация как всегда и модераторы те вопросы соберут поэтому про проблемы взрослых учеников да будем разумеется не все но так как я гораздо больше работал со взрослыми студентами чем с детьми то даже взрослых будет больше потому что откровенно говоря при работе с детьми у меня возникают ровно те же самые сложности что и у вас и далеко не со всеми из них я могу справиться эффективно купировать а иногда что-то но иногда тоже приходится очень сильно подумать и докопаться до решения значит о чем мы не не будем говорить сегодня потому что это требует во во первых другого спитера во вторых требует совершенно отдельной отдельной встречи отдельного разговора это проблемы условно физиологии ну то есть сложность студентов проистекает из чего я разделил понятно что любая классификация сразу пахнет борхесом и его там эти классификации животных которые принадлежат императору нарисован верблюжью кистью еще какие-то там потразгляды но тем не менее есть проблемы с которыми мы можем истоки проблемы с которыми мы можем бороться и можем бороться достаточно эффективно а есть те с которыми мы сами месту с ними этими проблемами сделать можем мало что и вот условно педагогические проблемы это там отсутствие мотивации ничего не хочу делать процесс фокус и это снижение картин стальт тоже много чего есть в этом блоке. Еще одна довольно большая проблема. У взрослых учеников встречается, и даже более локально она встречается у учеников высокого уровня, это наличие пресуппозиции, как ее называют в некоторых отечественных работах по педагогике, и в зарубежных, и чаще всего она называется learner's beliefs. Ну, то есть это мнение с всегда обоснованное о том, как его нужно учить. Иногда это мнение бывает такое, с которым можно согласиться, и студент действительно дает нам много пищи для размышлений, он говорит, что вот со мной пробовали вот так, вот так не очень работает, а вот когда мне показали вот это, то получилось гораздо лучше. Иногда это совершенно какая-то дикость, которая связана с сравнивающим предыдущим опытом обучении или с чем-нибудь подобным. Ну, то есть это далеко не всегда, даже скорее не так, это чаще всего играет против преподавателя, когда студент хорошо знает, как его учить или думает, что знает. Еще одна проблема – это ограниченное время. Это когда у вас есть студент, у которого есть цель, очень понятная, очень обозримая, которую легко потрогать, например, пройти собеседование, сдать экзамен и так далее, но у него очень мало времени, а его текущий уровень однозначно нам говорит о том, что вот в тот промежуток времени, который он решил потратить на изучение английского, эта цель недосижима. Потому что есть физиология, есть процессы в головном мозге, которые имеют некоторую стабильную продолжительность и разогнать этот процесс без помощи запрещенных препаратов, а может быть даже и с их помощью. Были эксперименты замечательные в США с использованием риталина. Риталин, по-моему, в Российской Федерации запрещен, потому что это одно из производных ЛСД, правда, без эйфорического эффекта, но тем не менее. Ну, я могу здесь быть не совсем корректным, потому что химического никакого бы граунда у меня особенного нет. Но, в общем, и даже с запрещенными препаратами, да, там есть некий рост на 17-20% успеваемости, но если у вас скорость, условно говоря, 2, а вам нужно 4, то рост на 20% придет вас к скорости 2,4, а не 4, и все равно цели не добьемся. Что здесь делать, тоже мы сегодня немножко поговорим. Ну, и большая-большая проблема всех преподавателей в школах и особенно в школах. Эти трогенные группы, это разноуровневые студенты, это... Ну, в школе понятно, что дети попадают и как-то долго вместе учатся, и у них, в принципе, есть потенциал выравнивания, хотя есть и обратный потенциал. Прошу прощения. К тому, чтобы дисперсия их уровней была еще больше, дифференциация была еще больше. Ну, а в вузах, кто работал, кто работает, кто помнит какой-нибудь большой поток студентов на какой-нибудь матфакт, там, поток 90 человек, их нужно разбить в три группы по уровню языка, они проходят какой-нибудь тест элементарный, ну, может быть, не элементарный, ну, то есть там могут быть сложные задания, но сам тест — это multiple choice, чтобы было легче проверять, и потом по итогам этого теста их делят. В итоге у нас получается в сильной группе три студента уровня B2, пять студентов уровня B1 и 20 студентов просто потому, что они по рейтингу были самыми высокими, уровень A2+. Ну, эффективно работать или еще хуже, там, еще меньше какой-нибудь, там, A1 и A2+. A2 и B2 еще очень сильно со скрипом можно как-то что-то с этим сделать, а вот A1 и A2+, одни еще не говорят, другие уже более или менее могут общаться. Это, конечно, огромная проблема. Здесь нет никакого хорошего решения, потому что, в принципе, группы так организовывать нельзя. Это как драться с профессиональными спортсменами, с профессиональными боксерами, человеку без физической подготовки или со слабой физической подготовкой. Ну, то есть смысла в этом большого нет. Но, тем не менее, есть способы, как это можно пофиксить, прошу прощения. Ну, и не будем говорить про условно-физиологические проблемы. Это всякие когнитивные нарушения, нерегенеративные заболевания, дислексии, аллалии, дискрофии и в том числе про логоневроз, про который было, или про заикание, про который было много вопросов предварительно. Во-первых, это требует отдельного и очень обстоятельного разговора, потому что здесь одними педагогическими методами не обойтись. Таких лайфхаков. Насколько мне известно, даже те, которые выдаются за лайфхаки по обучению, детей с заиканием, особенно развитие говорения у них, это все работает далеко не всегда и не на всех. И еще раз повторюсь, что здесь должен быть все-таки специалист с хотя бы небольшим медицинским бэкграундом, я таковым не являюсь, поэтому не могу об этом, просто не имею права об этом всерьез рассуждать. Вот. Мы эту тему, так как она дважды встретилась в вопросах, мы ее обязательно слетим на форуме. Есть у нас коллеги, которые с этим сталкивались, которые имеют представление о том, что можно с этим сделать, но вот не в рамках сегодняшнего дня. Значит, что я вам предлагаю сегодня? Есть такая матрица, которой я люблю пользоваться. Вообще четырехчастные матрицы – это такая вещь очень распространенная. Можно вспомнить матрицу Эйзенхауэра, можно вспомнить матрицу BCG, можно вспомнить типологию игроков по парклу. В общем, есть две оси – абсцисс и ординат, или горизонтальная и вертикальная, по которой есть деление. Вот у нас, с моей точки зрения, опять же, это моя картинка, я не претендую на то, что это истинно последние инстанции, но она работает, я расскажу как. Есть две проблемы, два истока, которые очень сильно влияют на наших студентов, у которых нет нейрофизиологических и нейродегенеративных проблем, которые просто плохо учатся в силу разных обстоятельств. Два этих истока, два этих обстоятельства – это наличие, отсутствие мотивации и наличие, отсутствие цели. Все, что выше. Говорит, ну, прокрастинаторы и достигатели – это люди, у которых цель есть. Все, что ниже, у них цели обучения конкретно и сформулированной нет. То, что справа от оси – это люди, у которых мотивация есть, а слева – у которых мотивации нет. То есть прокрастинатор – человек, у которого есть цель, но нет мотивации, то есть мне надо, но не охота. Достигатели у меня есть и цель, и мотивация – надо, и хочу. И это не значит, что это будет легкий студент, у них есть свои особенности. Тип, который я назвал, не нашел хорошего, лучшего слова, может, вы придумаете какое-нибудь другое. Тип фигаро – человек, у которого мотивация есть, а цели нет. То есть я хочу учить английский, очень интересно, очень надо, но зачем, я не знаю. Это люди, которые говорят, ну, я так, я для себя. Ну, там, чтобы книги, фильмы, чтобы смотреть в оригинале. Вот, да, тоже мне цель. Ну, и невольники – это или пленные румыны, как говорит моя бабушка. Это люди, которые не имеют ни цели, ни мотивации. Это чаще всего корпоративные студенты, которым обучение оплачивает компания, и оно более или менее обязательное. А также дети, которых на обучение приводят родители и всячески настаивают на том, чтобы это обучение проходило и не останавливалось, не бригадит обстоятельств. Вот. Ну, давайте посмотрим, чем эти типы друг от друга отличаются. Вот тип достигатель. Это человек, у которого есть, еще раз, да, есть цель и есть мотивация. Что с ними работает? Значит, ну, вот человек, диагностировать такого человека очень плохо. Это значит, что на первом занятии он вам рассказывает, что он хочет, зачем ему английский, может ответить на 4 вопроса. Who are you going to speak English with? When? Where? И когда, где, с кем и о чем? What topics are going to be covered? Если он отвечает на эти вопросы, ну, не то чтобы без запинки, но уверенно, это значит, что цель у него, скорее всего, ясна. Он сам ее осознает, он ее принимает, и она у него есть. Не просто потребность, да, там, потребность закончить школу есть у всех школьников, но это не цель. Цель – это то, что я принял. Ну, а мотивацию вы хорошо увидите, когда зададите первое домашнее задание, или, там, первые три домашних задания. Если он их сделает или не сделает мотивированно, то есть он скажет, это слишком просто, слишком сложно, я этого не буду делать, потому что я это смотрел, изучал, но не смог, или это было для меня слишком просто, в следующий раз дает мне что-нибудь другое, значит, и мотивация у него тоже есть. Значит, что с этими товарищами работать? Достигатели, как и в теории игр по Бартлу, это люди, которые очень ценят свое движение. Они, там, вот, вижу цель, не вижу препятствий, как написано у многих в статусах ВКонтакте, а тем более в рабочих чатах каких-нибудь. Для них бейджики, вот это вот PBL, points, balls и L, забыл, что это такое, простите меня, пожалуйста, оно тоже какой-то значок, labels, по-моему, называется. И вот для них всякое формальное подтверждение того, что они движутся, что они не стоят на месте, что у них есть прогресс, существует. У нас на платформе в Skyeng, например, есть такие штуки, как хвалишки. То есть можно отправить сердеечки, там, лайки, пальцы и так далее. Даже это работает очень хорошо. Это вообще всем нравится, потому что все любят груминг, все любят, чтобы им делали комплименты. Некоторые катетничают по этому поводу, но так в основном, если мы возьмем 90, 80, господи, 100 человек, то из них где-то 90, а в некоторых архаичных обществах, может быть, 80, будут этому очень рады. И вот если вы организуете какую-нибудь на первом этапе, то есть интерес к этому пропадает вместе через 2-3 использования, у всех, то есть стабильно, там, кривая интереса к бейджикам, к баллам, к наградам, она падает просто вот в пол. Обратите внимание, что все онлайн-игры построены на том, что первые уровни вы достигаете очень быстро, а дальше начинается все сложнее и сложнее. Это сделано так неспроста, то есть нет никакой линейной динамики, что вот там тысячу пунктов опыта вам нужно для первого, столько же для второго, для третьего, для четвертого и так далее. Нет, для первого вам нужно 2 пункта опыта, для второго там 5, 10 и так далее. Это все хитрые, подлые производители компьютерных игр очень хорошо этот механизм знают. То есть они знают, что вначале нас очень интересует развитие быстрое, потом мы все равно выходим на плато, потом как бы быстро мы не развивались, нам будет уже не так интересно. Нас больше, условно говоря, вот эти вот чудесные ногти игры не так эффективно нас почесывают, и поэтому мы теряем к этому интерес. Но давать какие-то символические награды таким студентам после, ну, опять же, после каких-то значимых тридерных действий – хорошо. Ревайзинг чейк с ним. Вот регулярный контроль прогресса – вторая, второй пункт, о котором тоже стоит говорить, говорить довольно часто и всячески это показывать, потому что «now you can», «now you can do» – вот эти вот фразы, которые для достигателей просто необходимы, потому что им действительно важно понимать, чем… что для завтра, за сегодня сделал я. Дальше – это умеренная сложность. Мы знаем про концепцию сложности плюс один. Да, это когда… Что такое сложность плюс один? Это когда материал, который мне дают, немножко сложнее, чем я бы сделал его на 100%. Подробнее тоже на форуме давайте бросим ссылочку. Есть замечательная статья по этому поводу, вообще концепция одного известного британского автора, про который Бон Каннеман. Но я могу ошибаться. Я к стыду своему забыл имя автора. Но статья у меня в закладках сохранена, поэтому мы ее обязательно найдем. Действительно, вот умеренная сложность. Не слишком легко и не слишком просто и не слишком сложно для студентов. Это будет самое лучшее из того, что можно придумать. Для всех это так. Но для достигателей это еще и особенно важно. Они будут следить за тем, что их не перегружать, чем-то могут понять, когда они сталкиваются с проблемами, которые не могут создать, но слишком сложны для них. И наступает период фрустрации. Вот кто-то вопрос задавал, что человек показывает, что прогресс регулярно обсуждают, а он не чувствует, что он двигается куда-то вперед, у него падает мотивация и так далее. Здесь может быть две причины. Первая причина – это три причины даже. Первая – человек кокетничает. Ну, то есть он хочет больше, чтобы на него мало обращать внимание и так далее. Потому что очень странно, что он хвалит, ну, как бы ругает преподавателя и после обвиняет его в некомпетенции, но его не меняет и не ухаживает. На сегодняшнем рынке это как бы странная стратегия. Значит, что-то его у преподавателя удерживает. Второй вариант, что действительно материалы не соответствуют вот этому, если он достигатель, да, не соответствуют этому принципу плюс один. То есть они либо слишком сложны, либо слишком просты, и движение не так ощутимо. То есть мы либо топчемся на месте, либо прыгаем сразу вперед, такой huge leap делаем, и тоже, конечно, чувство прогресса от этого очень стерпает. Когда мы встречаемся с непонятной информацией, нам кажется, что мы ничего не знаем для того, чтобы ее решить. А если нам преподаватель дает сложный материал, он как бы, наверное, в голове у студента есть такая мысль, он, наверное, считает, что мы должны что-то знать, чтобы на этот материал отреагировали адекватно. А мы этого не знаем. Поэтому нужно либо обвинять себя, либо преподавателя. Ну, найти ответ на вопрос, кто виноват, нужно обязательно, потому что без этого движение вперед в русскоязычных странах обычно не происходит. Следующий вопрос, что делать? Добрый поедет, Герцин и Чернышевского. Достигателям еще нужно... Да, это второй, простите, это второй вариант проблемы. Это сложность, неадекватная сложность задания. И третий момент – это человек, у которого нет... Ну, то есть это человек-прокрастинатор. Про них мы поговорим немножко позже. Прокрастинатор не в плохом смысле слова, то есть не то, что он там просто сидит, спит и играет в сапера вместо того, чтобы заниматься делами, а немножко про другое. Ну, поговорим позже. Много домашнего задания, естественно. Это люди, которые его будут делать, будут извлекать из него реальную пользу. У нас многие студенты до сих пор учатся для преподавателя, так и с мотивацией такой not to make you sad или not to beat me. Ну, то есть я сделаю, только ты повали меня, не ругай меня, и вообще я не хочу, чтобы мой преподаватель был грустен. Это подлая тактика. Иногда она работает, когда вы сами провоцируете студента, скажете, ну, ты плохо учишься, это очень жаль, мне очень больно после этого. Такая вот манипуляция психологическая, она работает иногда, покажу, когда, но вообще, конечно, это подлый трюк. Ну и внимание к ошибкам. Причем внимание к ошибкам заостренное. Достигатели хотят, чтобы их исправляли чаще всего. Есть люди, которые совсем не хотят, чтобы их исправляли, да, мы проводили всякие разные ассессменты разных уроков, и вот преподаватель, один и тот же преподаватель, студенты разные. Преподаватель исправляет ошибки, ну, с точки зрения, там, методики, да, он использует осроченный анализ, он не исправляет в speaking for fluency, он позволяет закончить фразу в исправлении speaking for accuracy, то есть все сделано хорошо, никаких нареканий нет. Но при этом два студента, один из них говорит, ну, как бы мне вообще, мне рот затыкают, слово не дают сказать, просто вот все, что я скажу, все неправильно, и вообще буу. А второй говорит, а мне вообще ничего не исправляют. Я говорю, я же понимаю, что я говорю плохо, прям ужасно. А преподаватель так, ну, там что-то он там сказал мне, когда что-то подкорректировать, там, вот это, вот это, но в основном, ну, все остальное, то он мне не исправил. Это что значит? Он меня не слушает, он там занимается какими-то своими делами, в соцсетах поди сидит, никодяй, а я тут, значит, это пыжусь и пытаюсь с ним разговаривать. Вот первый тип – это люди, которые чаще всего не имеют цели, но имеют мотивацию, они хотят просто поговорить, не хотят, чтобы их сильно кантовали. А вторая группа – это как раз достигатели, которые говорят, нет, я хочу, я хочу сделать вещи правильно и не сделать правильные вещи. Что не работает? Разговоры. Просто, ну, то есть, если мы начинаем с студентом обсуждение, вормапс, какое настроение, что вы съели, и это уровень оперинтермитии, например, то есть это как бы нормальная коммуникация нормальных людей, для этих студентов это, конечно, работает не очень. Они считают, что это не телевое использование. Вот знаете, пример, действительно, у Набокова в романе «Дар» последним, который был написан на русском языке, главный герой Федор Гудунов-Черденцев там рассказывает о том, что он давал уроки английского языка, он был иммигрантом, жил в Берлине и давал уроки английского языка какому-то толстому бюлгеру. И давал он уроки на дому, тогда не было еще Sky, вообще, и Zoom, и Proof.me, поэтому он там приезжал домой, замечательно описано сцена, вы едете туда ехать, просто прекрасно, это прям, если вы работали репетитором-надомником или работаете сейчас, несмотря на пандемию, то это точно должно откликнуться. И вот этот, значит, бюргер после того, как урок заканчивался, он все время провожал Федора до трамвайной остановки и по дороге пытался бесплатно вытащить еще одну-две полезные фразы себе на пользу. Вот это тип достигателей, да, им хочется пользы. Польза здесь важнее интереса, зачастую бывает. Что еще плохо работает и на что нужно очень сильно обращать внимание? То есть достигатели – это требовательные ученики, они многого требуют от преподавателя. Поэтому неоднозначные инструкции, сделай то, не пойми что, или там, реши квест, или сделай там что-нибудь, или расскажи мне, или запиши, напиши эссе про что-нибудь, это все не работает. Конкретика, конкретика. И вот прямо еще желательно иногда, не надо этим употреблять, но иногда комментарии к заданию, для чего мы это делаем, мы это делаем, чтобы, чтобы, это тоже, в общем, хорошо. Если вы просто даете задание, и не сразу понятно, зачем его делать, то здесь могут быть вопросы. А если вы пишете от ответов, тут, конечно, вас студент спросит какой-нибудь такой каверзный вопрос, о котором вы никогда не задумывались, и на который у вас нет ответа. Ну, например, какой-нибудь вопрос, почему некоторые прилагательные в английском языке образуются статьями-суффиксами, а некоторые статьями-суффиксами, а некоторые статьями-суффиксами. Есть ли здесь какая-то логика? Логика там, в общем, такая, что ее так просто не расскажешь, как вы все хорошо знаете. Но вот если вы начинаете, отвечая на этот вопрос, это все как бы вызывает у студента чувство вашей некомпетентности. Они очень за этим следят. Ну, и не диппочтечебные программы. Что я здесь понимаю под негибкостью? Понятное дело, что у нас есть очень много тем всяких разных в учебниках, в учебных пособиях, в МК, и нам нужно как бы пройти их все, то есть пройти учебник от корки до корки. Многие с тем им будут неинтересны, они будут им знакомы, они скажут, да, это я уже сам прочитал, и тоже будьте готовы иногда к такому, что вы, если занимаетесь по какому-то уронному курсу, вы приходите на урок, у вас там юнит 7 должен стартовать со следующей недели, и студент говорит, да, я уже все сделал, я уже все прочитал, мне это неинтересно, вот у меня есть вопрос, давайте его обсудим. И если у вас группа таких людей, то вам придется это сделать, если группа, то этого человека придется с ним как-то, придется отдельно работать и что-то с ним делать. Это действительно тоже такая сложность. Как достигатели относятся к ICQ? Они относятся... Это хороший вопрос, кстати говоря, я не знаю, как на него ответить, но давайте представим себе ситуацию, что вот есть что-то очень требовательный человек, то мы дали ему конструкцию, а потом... Кому сложному заданию, а потом спросили, что он должен сделать. Наверное, он отнесется к этому заданию хорошо, особенно если к этому комментарию, да, что мы попросили его рассказать, чего ему нужно сделать и зачем. Осознанность для них, в общем, свойственна, поэтому, скорее всего, он отнесется к этому хорошо. Многие другие студенты... Я понимаю, что вы имеете в виду. Да, к этому вопросу относятся очень плохо. Но все это совсем за идиоты считаете? Я должен повторять, что мне нужно сделать? Слова вставить. Вот. С ICQ, да, есть много разных интересных историй, но тайминг, тайминг, тайминг. Там еще надо... Это я еще и заговорился, у нас там много времени прошло. Ну, ладно. Следующий, значит, у нас товарищ – это Фигаро. Это человек, который имеет мотивацию, но не цель. То есть я хочу изучать английский просто так, для себя, и так далее, и запятую все те невнятные слова, которые обычно люди произносят по этому поводу. Для этих людей что работает? Во-первых, с этими людьми нужно совместное планирование, потому что цели-то у него нет, но все подряд люди тоже делать не готовы. Поэтому вам с ними нужно говорить. И говорить про планирование курса. Если с достигателями это даже не так важно, то есть им самое главное гарантировать, что вы достигнете их цели, и если вы будете как бы хорошо себя... Ужасная фраза. Если вы будете хорошо себя вести, то они вам поверят и с вами пойдут. Если вы будете плохо себя вести, соответственно, ну, в их глазах, да, то они будут вас проверять, или там достаточно ли вы компетентны, чтобы меня на то будут довести, очень как-то интересно, хотелось бы посмотреть на ваши сертификаты и все прочее. А здесь нам нужно планирование, причем планирование краткосрочное. Долгосрочное планирование тоже может играть роль. То есть мы с вами вот курс будем... Но не в том смысле, что первая неделя, вторая, третья, семнадцатая неделя подробный план, вот мы это должны пройти, нет. Мы, что я имею в виду, под планированием урока завтра будем обсуждать вот это. В следующей неделе мы обязательно уделим внимание вот этому, потому что у вас там полная билибертельная кондициональность. Поэтому мы с вами обязательно это посмотрим. Ну, так же разговаривать не гоже, как вы в последнее время это делали. Планирование курса – это как мы будем... Ну, например, мы будем обращать внимание... Да, мы пойдем по дженерал-курсу, например, но будем иногда брать темы из бизнеса, потому что для вас, я понимаю, это важно, вы серьезный человек, у меня вообще все серьезные люди в группе, поэтому эти темы очень полезны, мы их обязательно посмотрим и обязательно посмотрим. Вот такое планирование для них как бы ок. Тест достижений. Так как у человека нет мотивации, вернее, есть мотивация, но нет цели, мотивацию эту нужно все равно поддерживать, потому что если мотивация исчезнет, и цели не будет, то он сразу превратится в невольника, в такой человека с кислым лицом, от которого будет пахнуть квасом, фигурально выражаясь, и который будет... Это, конечно, никому не интересно, более того, что и у которых нет ни мотивации, ни цели, навалом у каждого, и с ними и так приходится прясать с бубном, множить вот это вот количество этих людей нам совершенно невыгодно. Поэтому достижения нужны. Тесты достижений, не квалифицирующие тесты, не тесты, которые сравнивают человека там с уровнем, не мотивации, не знаю, какие-нибудь там placement-тесты, а именно тесты достижений. Мы точно знаем, что мы прошли, вот тест, вот ты его сделал, получил 50% тесты достижений, ну, только при... Если у вас группа, половина не ходила, половина занималась своими делами, тогда они пишутся на балл пониже. Как сделать тест достижений там довольно легко. Просто собираете все материалы, которые у вас есть, делаете Google форму, кидаете всем, и... Так, про пропадание звука кто-нибудь... Странно. Тогда буду немножко медленнее говорить, что ли. попробуем все... Ну и так все закрыто уже, в общем. Ну ладно. Так, Виктория, может быть, не скажет. Это правда, да, я тут... Может быть, опять начались какие-нибудь митинги. Вот, хорошо. Я прошу прощения за очередные технические сложности, но... Так, ну давайте что-нибудь тогда придумаем. Сейчас, одну секунду. Я прошу прощения. Мы, безусловно, это время компенсируем. Звук и видео есть. Меня больше не пропадает. Или меня все еще пропадает, и все равно выглядит все очень печально. Ну, да, я прошу прощения. Я сейчас... Хорошо. Хорошо. Попробуем... Попробуем, да, говорить медленнее. Я приношу свои извинения за происходящее. Нет смысла. Видео. Может быть, без видео у нас дело пойдет на лад. Пошло ли у нас дело на лад? Или по-прежнему даже звук не очень... Ну, снова у нас седая... Да, хорошо. Ну, в общем, на меня смотреть не то, чтобы очень интересно, поэтому давайте посмотрим лучше на презентацию. Значит, что еще для наших фигорошечек подходит? Связывание результатов обучения и практики. Что у нас здесь есть? Есть технологии... Ну, во-первых, технологии иммерсивного обучения. Иммерсивного от слова immersion, то есть погружения. Лучшая среда для таких студентов – это, безусловно, поездка в страну изучаемого языка. Вот это действительно очень помогает им, во-первых, обрести какую-то внешнюю дополнительную мотивацию и какие-то краткосрочные цели обозначить, потому что вот даже по всем опросам, когда мы спрашивали учеников наших SkyEndy о том, что они считают, как они понимают, что их обучение движется в правильном направлении, то мы сразу... То чаще всего они отвечают на этот вопрос, что вот я что-то смог сделать за рубежом. Вот я поехал в какую-то страну, у меня там были какие-то коммуникации уличные, в баре, в гостинице, и я смог решить этот вопрос самостоятельно, без участия переводчика, разговорника, чего угодно. Мне это помогло. Поэтому для таких студентов, конечно, иммерсивный оттенок хорошо. PBL – это Project Based Learning. Это когда мы немножечко подменяем цель изучения языка, которая лежит за пределами учебного класса, потому что цель всегда, как бы, она экстраполирована, не экстраполирована, она выведена за пределы учебного процесса. Цель всегда внешняя по отношению к учебному процессу. И если таковой цели нет, то мы ее искусственно создаем. Это искусственно созданная цель. Это проектная цель проекта. И Project Based Learning – это как раз один из методов, которые с ними студенты работают. Flip Classroom, в принципе, тоже может быть, но здесь мы должны еще отталкиваться от того, есть ли у студента время, потому что обучение через технологию перевернутого класса требует довольно большой подготовки со стороны студента и много чего им нужно делать самостоятельно. Ну и РКМЧП, развитие критического мышления через чтение письмо с технологиями, там, рыбьего хвоста и стратегии, идеалы и так далее. Это все тоже, в общем, в помощь и может нам довольно существенно помочь при обучении студентов такого типа. Что не работает? Не работает пренебрежение вербализации целей задачи планов, когда мы просто говорим, что мы будем делать то-то, все это, пятое и десятое. Это даже это, даже просто вот озвучивание того, что нам предстоит, оно уже нам очень сильно помогает. Если мы приходим в класс и говорим, окей, let's start with the exercise number 7, page 59. Вот это, конечно, не очень хорошо. Это иногда может работать с достигателями, которые сами хорошо знают, куда им идти, но с большинством остальных студентов нет. Автономность студентов недостижима. Таких студентов на первом этапе их придется очень сильно структурировать, потому что сами они без вашей помощи эффективно работать, скорее всего, не смогут. Ну, и не очень хорошо работают технологии со смещением акцента от образовательного процесса. Это когда мы занимаемся не, ну, то есть неэксплицированным, неэксплицированным обучением. Это CLIL, когда мы просто на языке изучаем что-то другое. Это технология, очень модная нынче, догме, о которой много чего написано. Например, Тернбелл об этом написал целый параграф в своей книжке. Это когда мы, в общем, ну, знаете, что это значит, когда мы через коммуникацию пытаемся студентов чему-то научить. Вот эта работа тоже далеко не всегда эффективна и чудесненько. Дальше идем и уже довольно быстро вперед. Прокрастинаторы. Самые часто, по-моему, встречающиеся студенты. Студенты Линдиаи, с другой стороны, ну, как бы их можно так назвать, хотя это слишком оценочное осуждение, и я бы все-таки поостерегся так делать. Что с ними работает? Так же, как с достигателями, награды и персонализация, но это им нужно для получения мотивации. То есть я могу работать за бейджики какие-нибудь. Если мне дают бейджики, значит, это как бы является моей внешней мотивацией. Это тоже работает очень недолго, очень коротко, и поэтому, как бы сказать, только на самом начальном этапе через внешнюю мотивацию можно заставить студентов работать эффективно. Вторая, второй момент, который тоже помогает, это стартование целей чувствования. Здесь, ну, вы знаете, «Follow you smart». Любая, которая у студентов должна быть specific, measurable, achievable, time-related и какая она еще должна быть. Кто помнит, что стоит за буквой «R», по-моему, там есть «relevant». Но, может быть, вы напишите в чат, что на самом деле скрывается за буквой «R». Я так и заодно и проверю, слышно меня сейчас или нет. Так вот, для чего это нужно и time-management? Для того, чтобы опять создать внешний контур. Мы превращаем обучение без мотивации в ритуал. Да, да. Ritual и realistic чаще всего. Вообще есть три варианта ответа на этот вопрос. Релевантная цель, реалистичная и достижимая. Вот. Так вот, если мы это делаем, то мы превращаем обучение в некий ритуал. Ритуальность сама по себе – это очень эффективная стратегия. Мы, это вообще техника, техника ритуализирования, она в очень многих психологических практиках поддерживается. Во-первых, не зря все наши с вами предки, значит, прыгали вокруг костра, ну, с разной скоростью, в разных направлениях, но тем не менее. Во-вторых, например, отказ от курения, какие-то заведения полезных привычек, что-нибудь вот в этом роде, это все основывается на ежедневных ритуалах, на рутинах и так далее. И вот создание ритуалов, например, вы приходите каждое утро, в этот прокрастинатор должен вам рассказать последнюю новость, которая его заинтересовала. Он должен, ну, что-то он должен сделать каждый день, каждый урок, каждый квант, не знаю, времени, который вы с ним вместе проводите. Это подменяет мотивацию, опять же. Опять же, это временное явление. Дальше. Мы с вами говорили про то, что групповое обучение, мы говорили про то, что создание экзистенциальной вины, вот этого мерзкого довольно чувства, это эффективная, но подлая стратегия. И вот здесь я бы хотел еще раз показать, что когда мы в виде мотивации подталкиваем студента работать так, чтобы not to make you sad, это тоже не очень долго, это вообще очень плохо может кончиться, но иногда, иногда это работает. Когда это работает? Студенты отлично понимают, что вы знаете английский лучше, чем они. Это как бы аксиома, не вызывающая никаких комментариев. Экзистенциальная вина. О, это мы уйдем в такие... Ну, то есть это чувство, что я здесь существую, и я в этом процессе нахожусь не совсем легитимно. Проблема вины связана с чувством легитимности. В общем, я не совсем легитимен. Я пришел на урок без домашнего задания. Какая цель у преподавателя? У преподавателя создать чувство... Ну, если преподавателю нужно, чтобы студент выполнил домашнее задание, ему нужно создать чувство, что так делать человек в данный момент нелегитимен. Он не выполнил какие-то действия, которые от него требовались, и пришел сюда просто так. Вот экзистенциальная вина – чувство отсутствия легитимности. Это немножко похоже на синдром самозванца, который, как вы знаете, не работает с людьми с синдромом Даннинга-Крюгера, которые, наоборот, не способны понять, что они некомпетентны. Но тем не менее. Вот вы, студенты хорошо знают, что вы лучше знаете английский, чем они. А вы при этом готовите, вы даете дополнительные раздаточные материалы, какие-то хэндауты, выстраиваете учебный процесс с интересом для обучающихся. Они даже домашнее задание делают. Для многих людей это действительно такое вот, это чувство неловкости, которое возникает и которое очень хочется преодолеть. Проще всего его преодолеть, ну, когда что-то нам очень сильно не нравится, мы хотим от этого избавиться, каким образом. И проще всего избавиться от этого, подготовиться к уроку. Не выяснить там ничего, а просто подготовиться к уроку. И в следующий раз вы можете рассчитывать на то, что внешней мотивации такой вы сможете это сделать. Что не работает? Дробное планирование и отсутствие плана Б, безусловно. То есть планировать с такими людьми очень сложно. Они могут увлечься и сказать, вы знаете, знаете, у меня новая идея, мне хочется вот об этом поговорить. Особенно если там впереди какая-то сложная контрольная, тест и так далее. Ну и да, все планы наши с этими товарищами могут тоже пойти прахом. Частые тестирования, тесты, вообще стресс для всех обучающихся. Для этих это стресс в квадрате. Тесты, нужно готовиться к ним, чтобы они были где-то там в обозримой перспективе, но не очень регулярно. Ну и не работает, обратите на это внимание, экспликация пользы. Для этих людей интерес важнее. То есть заинтересовать их пользой, когда у вас нет цели, а вам говорят, что вам это полезно. Ну и так же, как и с курильщиками, например. Курить вредно. Да, да, вредно. Говорит, полезно не курить. Он говорит, ну да, да, полезно не курить. Он говорит, так зачем вы это делаете? У меня нет цели, бросите. Мне нравится, я буду продолжать. Ну и поэтому всякая экспликация пользы здесь не работает. Именно поэтому такие сложные технологии с ритуалами, с прочим и так далее. Вот прокрастинатора, кстати, можно курильщиками назвать. Я на это делал в этот раз. И последний тип – невольник. Это вот это пленные румыны, корпоративные ученики и все прочие, прочие, прочие люди, которые просто приходят на занятия, сидят, скучают, спят и, в общем, плохо выглядят. Очень многие школьные ученики такие. И очень, в не меньшей степени, вузовские. Что с ними делать? Во-первых, мой любимый метод с такими людьми – это хобби-хоррис. Насколько мне известно, само слово «хобби-хоррис» придумал Лоренстер. Это знаменитый английский писатель 18-го и 17-го века. Нет, 18-го. Который написал два прекрасных произведения. «Жизнь и мнение Фристрама Шенди» первое. И второе «Сентиментальное путешествие». Второе знают лучше, первое знают мало. А это вообще главный постмодернистский роман в мире, по-моему. И там был такой у него персонаж, дядя Тоби, который вообще ни о нем не хотел разговаривать, кроме фортификации. Ну, в общем, он любил крепостные укрепления всякие и только об этом хотел разговаривать. И вот главный герой, как раз для того, чтобы найти... А у дяди Тоби были деньги, поэтому к нему нужно было найти обязательно подход. У ученика это очень некрасиво сейчас я буду звучать. Но у нашего ученика тоже есть день, который мы, как преподаватели, хотим от него заработать. Поэтому нам тоже, в общем, желательно знать, где эта лошадка, на которую его нужно посадить. И вот фраза, которую он там говорит, это «I let him ride his hobby horse». То есть я позволяю ему оседлать своего конька. И эта технология прекрасная. Многие там спрашивали, как работать с немотивированными учениками, школьниками и так далее. Если вы работаете в школе, это прям огромная проблема, потому что у вас есть учебный план, образовательная программа, и шаг влево, шаг вправо считается, что я прошел тестацию. Если вы работаете индивидуально, у вас гораздо больше карт на руках. Вы гораздо лучше можете планировать свой процесс. Нравится студенту Minecraft? Разговаривайте про Minecraft. Вспомним... Ненавижу Даниила Карнеди, но мы его вспомним, тем не менее. Не надо разговаривать с рыбой о клубнике, с рыбой надо разговаривать о червяках. Соответственно, нравится Minecraft? Про Minecraft разговаривать. Нравится хоккей? Про хоккей. Нравится что-нибудь еще? Про что-нибудь еще. Еще одна вещь – это ориентация на фан. Я не знаю, как перевести слово фан на русский язык в этом контексте. Это чтобы было весело и сложно. Такая позиция. Это очень просто сказать, очень сложно организовать. Мы на кейсах посмотрим. Но кейсы... Я уже свои кейсы рассказывать уже точно не буду, потому что я выбился из тайминга. Мы сразу перейдем к обсуждению ваших, а презентация будет. Фан – это не совсем... Ну, веселье, да, безусловно, безусловно. И интерес – это что-то между. Это такое вот создание любопытства, что ли. Вот любопытство при этом... Любопытство не от страха, а любопытство от того, что мне хочется попробовать, пощупать. Вот как-то меня это... Для меня это чувство позитивное. Вот. Как-то так. Поэтому слово фан нельзя перевести на русский язык. Как на английский нельзя перевести слово уныние. У меня одна моя студентка русского, как иностранного, сделала из Италии. Сделала себе татуировку на правой руке уныние, потому что это непереводимое слово, и ей очень он нравится. Значит, следующий момент, который работает – это итерационный подход, принцип концентризма. Люди, невольники чести нашим, не могут... Они не настолько мотивированы, чтобы самостоятельно проходить тот материал, который у них уже был. Поэтому рассчитывать на их обильную самостоятельную работу не приходится ни при каких обстоятельствах. И, соответственно, для них нужно выстраивать концентрическое обучение. То есть мы потрогали тему один раз, через какое-то время еще один раз, еще один раз, еще один раз. У меня камера выключена, но я пальцем рисую такие вот расходящиеся концентрические круги. Ну и здесь как раз работают технологии со смещенным от образовательного процесса акцентом. То, что не работало для типа фигаро, у которых была мотивация, но не было цели, отлично работает с невольниками. Вот с ними, если мы начнем с ними разговаривать и делать что-то другое, а не то, что мы изучаем, не эксплицировать обучение как таковое, мы добьемся большего успеха. Что не работает? Также не работает избыточный контроль, также не работает автономия студента, потому что сам студент не проявляет никакой инициативы, и поэтому... Ну и избыточное внимание к ошибкам, это вот то, о чем мы уже поговорили с вами, это как раз вещь, которая их тоже демотивирует. Они и так еле-еле готовы к тому, чтобы начать с вами коммуникацию. Так здесь еще вы пытаетесь их зарубить. Вот, последнее, что скажу, перед тем, как кейсом перейдем, хорошей задачей является движение студентов слева направо. То есть если мы из прокрастинатора сделаем достигателя, это хорошо. Потому что мы дадим ему цель, и он с ней как-то сможет поработать. Из невольника, у которого нет ни того, ни другого, мы сможем сделать сначала только фигаро. То есть у него будет мотивация, мы ее сможем создать внешними способами, и только после этого, может быть, мы сможем поставить ему цель. Но мотивация здесь будет важнее. То есть просто сказать человеку, что у тебя есть цель, можно, но в лучшем случае это будет потребность. А цель, вещь, которую я принимаю и которой я хочу двигаться, у нас этого, к сожалению, не будет. Так, ну давайте по кейсам. Кейсы свои. Там довольно подробно все написано. Я здесь не буду тогда, наверное, их зачитывать, потому что все, что я хотел описать, что делать с такими товарищами, я здесь описал, и мне кажется, мой комментарий будет излишним, уже дополнительный. Про структуру только схожу. Вот есть кейс, это описание той ситуации, в которую мы попали. Есть плюсы, которые мы из этой ситуации можем вытащить, да, ну, например, плюсы микропоративных учеников, которые там сидят вместе, болтают, потрунивают, прикалываются над собой. Это, там есть тоже определенные плюсы, их нужно понимать, да, у них хорошая атмосфера. От них нет негатива, и у них более-менее уровный уровень, да. Это мы можем использовать в свою пользу. Минусы, конечно, расфокус, потому что концентрации никакой нет, эффективности урока нет, и заказчик, который заплатил нам деньги для того, чтобы мы научили его сотрудников английскому языку, недоволен, потому что мы, ну, как бы, результаты не показываем. Иногда заказчику все равно, если это государственная компания, но если это негосударственная компания или государственная компания с хорошим управлением, что иногда бывает, тогда нам могут предъявить действительно претензию, тире вопрос. А что, собственно говоря, ну, вот, как-то хотелось бы чего-нибудь другого. И что нам с этим делать? Ну, мои предложения, которые здесь есть, это увеличивать темп, то есть мы гораздо быстрее проводим урок, мы делаем меньше паузы, мы делаем больше интенсивности и так далее. Если очень нужно, то мы можем там перемену какую-нибудь передать на пораньше, но в целом нам, конечно, нужен высокий темп. Гэп между заданиями, чтобы там все перевернули из точки, там, потянулись, все это не работает. Высокий темп урока здесь поможет студентам сфокусировать свое внимание на вас. Вы как медиатор будете выступать в этом процессе. Вот. Следующий момент – персонализация материалов. Это то, о чем мы говорили, мы создаем чувство вины, потому что мы готовимся к их урокам, а они ведут себя как бы безобразно. Не на всех подействуют, но на кого подействуют, те будут молодцы. Ну, и всегда приятно сказать, что мы-то с вами, ребята, мы-то с вами друзья, мы-то с вами, значит, понимаем, что происходит. Нам нравится общаться, но вот у вас есть заказчик, такой не очень хороший человек, который требует от нас результата. А раз он требует от нас результата, давайте его дадим. И, к сожалению, мне очень горько об этом с вами сообщать, но мы вводим тесты. Ежи – дневный, недельный, месячный, ну, то есть какого-то промежутка, которые мы будем обязаны делать и обязаны предоставлять по требованию. Вот. Кейсов у меня тут еще много. С решениями по этим кейсам, как Виктория написала, можно будет познакомиться чуть позже при присылке. Значит, лицо этого человека я закрыл, потому что я нашел просто фотографию в интернете. Очень он похож на одного моего студента, но тем не менее. Я не спросил его на решение на публикацию в персональных тарах. Вот. А теперь, я сейчас включу. Это все еще я. Я никуда не ушел. Мы разберем кейсы, которые были присланы ранее. Некоторые. Пока у нас есть время, я думаю, что на 3-4 ваших кейса мы сможем посмотреть. Давайте так. Значит, я буду… Я сейчас прочту кейс с выражением. Постараюсь. И подожду какое-то время, там, 3-4 минуты, и вы сможете… Ну, вы не сможете. Я попрошу вас, очень попрошу вас написать возможные решения, которые вы бы предприняли в этом случае. Мы таким образом поможем нашим коллегам, может быть, решить этот тяжелый вопрос. Не буду автора говорить, может быть, ну, просто не буду, но кейс такой. Подскажите, как работать с учеником, который отказывается делать домашнее задание, а при изучении грамматики начинается чуть ли не истерика. Я не понимаю, не хочу вообще изучать грамматику. Такая же реакция на работу над ошибками в речи. Из невызывающих отрицательную реакцию ученика заданий – прочитать дома текст, затем на уроке пересказать и худо-бедно обсудить. Занимается в школе 2 года. Со мной, ну, видимо, репетитор нам пишет, только 3 месяца. Из наших достижений ученик весь урок говорит на изучаемом языке. Это, кстати, большой плюс. И запомнил форму глаголов под симптом. Что, кстати… Товарищем, как делать? Виктория, спасибо. Вот у нас есть текст. Итак. Ага. А автор вопроса, если здесь есть, и вы не против того, чтобы как-то обозначить себя, то, может быть, вы это сделаете. Потому что, может быть, нам понадобится подробность. Персонализация материала, да, немножко сработает, но здесь вопрос чуть-чуть другом. Ну, грамматики… грамматика чего-то хочет изучать. Так. Установление, введение урока в контекст. Ну, если можно прокомментировать это решение, потому что оно не кажется мне таким уж прямо вот очень очевидным. То есть task-based approach – это, конечно, хорошая вещь, но не совсем понимаю, как это может нам помочь здесь. Кто шеф? Виктория, это вопрос, который можно, по-моему, задавать в любом, ну, практически всегда, но я не очень понимаю. То есть кто шеф – это что вы имеете в виду? А-а-а, кто платит, это понятно, это другой вопрос. Да. Представим, что… Работать с мотивацией. Кто платит и зачем? Контекст того, что… Ну, да, 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 да. Спасибо. Айтель, я прощу прощения, если я некорректно вас назвал, но маленький экран. Понятно, понятно. Действительно, вот решение Айтель, мне кажется, здесь, ну, мне кажется, наиболее взвешенным, потому что, действительно, мы… Если мы подойдем к заданию с точки зрения, там, test-based approach, task-based approach, то, действительно, у нас будет шанс того, что студент самостоятельно сможет до грамматики, ну, что ли, в кавычках, дорасти и получить удовольствие даже потом от того, что он поймет, как это все работает, потому что самое главное удовольствие, самое большое удовольствие от грамматики, которое испытывают студенты, это именно удовольствие от того, что я понял, наконец, как это работает, а раньше не понимал. Именно вот в грамматике главное понимание, скорее, они используют. Если я правильно использовал, ну, что, хорошо. Еще варианты. Сместить фокус внимания с того, что мы изучаем конкретно грамматику, изучать опосредованно, через практическую речь и использование языка. Да, это похоже, в общем, на то, что предложила Айтель, поэтому думаю, что мы все в одном направлении. Слушаем песню, там есть грамматическая конструкция, сейчас спрашиваю, что это такое. Ну, да, такое подспудное введение, уже три ответа, мне тоже это решение больше всего нравится. Если подготовка к тесту, то вопрос к родителям, хоть истерии, хоть не истерии. Да, Виктория, у вас жесткая такая позиция по отношению, но и она имеет, не то, что она имеет право на жизнь, она, ну, действительно, такова, как она есть. Мы говорили, да, в самом начале про то, что есть студенты с ограниченным временем, но при этом уровень, соответственно, ну, уровень начальный, с которым мы берем ученика, и уровень конечный, то есть уровень цели, настолько далеки друг от друга, что за это время нам, скорее всего, не удастся это сделать, либо нам придется сделать очень много усилий. И поэтому, да, тут вы, пожалуй, правы, что истерики, они не очень помогут, и нам нужно будет как-то работать как в единственном возможном ключе. То есть готовиться к тесту, а это всегда drill. Ну, да, про индивидуальный подход тоже никаких комментариев нет, действительно, это да. Не может ли вызвать backfire, остановка условной цели для Федоро? Предложить подготовиться к условному экзамену, посмотреть новый фильм или пройти новую игру без субтитров? Теоретически может. Теоретически может. И были такие вещи, такие случаи, безусловно, но это когда вы... Есть решение для этого. Чаще всего, когда вы ставите такую цель, негатив вызывает то, что цель какая-то странная, нелепая. Я не хочу ее достигать, она не моя. Есть хороший подход. Это абсурдная цель. То есть цель совершенно, ну, совершенно глупая, совершенно не имеющая отношения никакого к действительности, которая прям вот наглядно рвет эти отношения из действительности. Там написать стихотворение о трехстопном антибрахея, например. Про что-нибудь. Про рисобалочный завод. У меня были в практике такие вещи, опять же, с преподавания русского как иностранного, с довольно серьезными людьми, которые занимались продажами каких-то там бандажей для печей, которые выпекают цемент или что-то подобное. Им очень нравилось. Первая строчка из стихотворения, которое написал Кристофер Салман, такое было. «Под ним топоры шевелились». Это действительно антибрахи и прекрасная совершенно вечность. Вот. Ну, хорошо. Давайте перейдем. Да, действительно, здесь общая такая рекомендация, которую мы выработали самостоятельно. Это введение грамматики из-под полы, условно говоря, при условии, что у нас нет жестко ограниченных сроков, нам не надо сдавать экзамен, и шеф не очень против. Или шефом является сам ученик, он сам платит за себя. Вопрос, который мне очень нравится, сейчас я его найду, который просто восхитителен, это вопрос вот какой. Есть дети, ну, не дети, есть ученики, которые не отвечают односложно или там выходят из беседы не потому, что они не говорят на английском, хотя у них хороший уровень языка, хороший уровень грамматики и так далее, а им нечего сказать. Давайте эту проблему сейчас мы ее сформулируем. Она совершенно прекрасна. Где-то она... А, вот. Вот. Вот она. Мои трудные ученики – это гиперактивные дети, которые сбивают общение с английского на русский, хотят быть оригинальными. Как делать так, чтобы на них уходило меньше времени, но при этом напитать их вниманием и знаниями. Это первый аспект проблемы, и еще один есть. Очень похожий на это, хотя выглядит совершенно по-другому. Давайте еще я вам отправлю один. Что делать в том случае, когда ученики просто не знают, что сказать, так как не читают, не интересуются, просто отвечают, да, нет, не знаю. Развить идею не могут, информации в голове нет. Что и эта группа – это не один ученик, поэтому здесь, когда мы работаем с группой, там поиск хобби-хорс может затянуться, и многим будет совершенно неинтересно то, что было. Предложить другую тему. Шикарный совет. Привет, но давайте посмотрим, может быть, еще есть какие-нибудь вопросы, не вопросы, а мнения, решения. Про первую у меня есть небольшая история, которую мы сейчас обсудим, потом я... Сложу. Попросить пожаловаться на что-то. Ну, как вариант. Ну, для одного занятия это, скорее всего, сработает, если мы попросим их пожаловать. Жаловаться любят все вообще, это вот хлебом не корми. Особенно если мы там найдем еще против кого дружить, это будет совсем хорошо. Но больше одного-двух занятий на этой теме, к сожалению, проехать будет сложновато. Поэтому здесь нужно что-то придумать. Ответы одинаковые по любой теме. Не знаю, все равно. Не знаю, все равно. Виталий, на одном я. Дать задание как для семинара. Собрать по кусочкам тему на русском, а во время урока это на английский выводить. Может сработать, действительно. Это мы уже такие, табу, медиацию собираемся владеть и перевод. Перевод, в общем, табу. Но, опять же, с теми нужно подходить. Да, будет очень-очень-очень табу. В первой, про детей или взрослых мы здесь говорим. Про первых трудных учеников там написано, что это деперативные дети. Но совершенно точно есть мальчики 25-30 лет, которые ведут себя ровно так же. А вторые здесь могут быть тоже и дети, и взрослые. Поэтому и так, и так. Включаю англичанина. Да, такие пятиминутки, я тоже так делал. Это иногда работает, иногда нет. Но у меня это было не на весь урок, а такие. 15-ти минутка амнезии называлась, когда я забывал русский язык. Есть такой, который жаловаться тоже не любит. Да, это очень такая сложная система. А вопрос у ученики, которые молчат. Они негативно настроены или скорее нейтрально? Они это делают из протеста и борьбы с преподавателем? Или им просто все равно? Просто наплевать? Смотря кто. Просто все равно. Ну, понятно. Понятно. Значит, могу сказать, это мы еще... Вот это обязательно... Try to guess. Да, прекрасно. Это мы еще обязательно обсудим эту тему на форуме, потому что тема такая, которая, по-моему, не имеет реш... Ну, индифферентность ученика, это гораздо хуже, чем то, когда он ведет себя некорректно, негативит или наоборот все делает. То есть когда им все равно, здесь сложнее всего достучаться. У меня тоже такие ученики, конечно, были. Что мы с ними делали? Мы потратили несколько уроков на то, чтобы сделать себе небольшой словарик, слов и выражений, которые помогают рассказать мне, что мне плевать. Это были взрослые ученики, поэтому помимо I don't care, doesn't touch me, мы использовали еще замечательные и веселые выражения I don't give a shit. Простите меня за ругательство. Вот. И на какое-то время это их заинтересовало. Ну, то есть это тоже грязный прием, когда мы переходим к сленгу. Сленг – одна из самых-самых-самых востребованных тем. Все хотят, чтобы их научили материться. Материться на английском не очень интересно, в отличие от русского языка. Совершенно несопоставимые категории. Да, там есть много идиоматики всякой разной, но такая слабая, вялая, неживая морфология, что просто даже стыдно. Но, тем не менее, вот сленг тоже может иногда выручить. Если мы говорим о темах, вот любое, любое какое-то, все то, что вам пытаются высказать студенты, можно, ну, как бы, вот этот лексико-грамматический разгляд, которым они оперируют, вот тот речевой сценарий, который они пытаются воспроизвести, его можно облечь в словах, идиомы, конструкции и так далее в английском языке. Ну, прекрасно, они будут знать там с десяток выражений для того, чтобы сказать, что мне плевать. Соответственно, да, можно рассказать о том, что глагол speed в английском совершенно не, ну, как бы, не употребляется в значении все равно. То есть I spit on it – это как бы, ну, вас не очень поймут, что вам все равно. Немножко значение какое-то странное будет. Вот. Можно поиграть на этом медиативном аспекте. Тема, которая хоть как-то заденет, надо найти. Дело вскрытности – да, наверное, может быть. Не совсем понятно, зачем взрослые идут учиться тому, что им неинтересно, чтобы преподавателем с бубном потанцевал. Да, вы знаете, да, именно за этим взрослые, не все, конечно, но очень многие идут учиться именно за этим. Ну, просто вспомните любой учебник английского языка, иностранный, и какие там есть темы. Политика, спорт, культура. Представьте себе взрослого человека, который, у него есть, может быть, семья, может быть, нет, есть какой-то группа друзей и так далее. С кем еще он может поговорить о том, нравится ему Леонардо Давидович или нет, нравится ему события, которые происходят в сопредельных государствах, или не нравится. Верит ли он в то, что кого-нибудь там кто-нибудь отравил, или не верит. Ну, про новости, горячие новости еще, да, можно обсудить с друзьями, выпить еще и так далее. Но про мое отношение к, не знаю, к английскому бильярду никто из моего окружения слушать не будет. Всем плевать. А преподаватель будет, если я буду на английском говорить. У нас есть некая конвенция, да, мы, как бы, я рассказываю, я слушаю, потому что ты говоришь на английском. И я поэтому тебя слушаю. И очень многие люди, понятно, что это цель, которой они, я хочу поговорить с кем-нибудь хоть, они этого не эксплуатируют. Но это так. И поэтому, когда там вот есть у нас мужчины, 30-35 лет, студенты, которые приносят своих собак, учителю показывают, которые рассказывают про то, как они там, и которые очень много рассказывают о своих отношениях, ну, не в смысле отношениях с противоположным, или бывает, что с тем же самым полом, а про отношения к тому, что происходит в мире, каким-то культурным феноменом и так далее. Кому интересно мое мнение о причинах бедности Африки? Никому. Так, нас, по-моему, уже тут торопят, чтобы мы... Да, Ирина, прошу прощения, я заговорился. Ирина, да, мы закончим. У нас еще 15 минут есть, потом просто нас выгонят из комнаты. Мы будем из нее не выходить. Такая же проблема с подростками, у которых мнение еще только начинает формироваться. Отсюда незаинтересованность, помогают наводящие вопросы, раскрывающие обсуждения, иногда персонализация. Для не таких непатологических случаев, да, помогает. Для случаев, когда мне все равно, уже будет сложно. Пусть говорят о беспривязке к языку. Ну, я могу вас понять как преподаватель, но не могу понять как методист. Это такая сложная дилемма. Действительно, иногда человеку нужно поговорить, но и мне как преподавателю даже проще, если он будет говорить, и я не буду его исправлять, я просто его послушаю. Но я все-таки не психолог. Я преподаватель, и не психотерапевт, и не психо кто-нибудь. Ну, психо может быть там кто-нибудь, но точно не медицинский работник, и не околомедицинский, даже не шарлатан. Поэтому все-таки уж какая-то конвенция должна быть, хотя бы конвенция разговора на определенном языке. Большие разноуровневые группы. Хороший вопрос. Давайте в чате, в форуме обсудим, потому что там столько подводных камней, что за 12 оставшихся минут мы не успеем. Но обязательно, вот давайте еще раз ссылочку отправим. Мы там до конца этой недели будем тусить, простите меня за это слово, и отвечать на вопросы, поднимать новые темы. Большие разноуровневые группы – это прямо боль. Сразу скажу, что хорошего решения практически никогда не бывает. Если ученики не знают, что сказать по теме, не имеют мнения, подбираем материал, пытаемся познакомиться с темой вместе, и потом уже формируем мнение хотя бы первичное. Тоже работает. Тоже работает. Когда у тебя есть своего мнения, мне нечего сказать, перескажи то, что ты видел, перескажи мнение другого человека, и, может быть, его присвоить. Работает, правда. Обращал внимание, что ученики университета в своих интересах, а потом вовлекаются в обсуждения, запишутся за часть истории. Согласен, да, есть такое мнение. Ну, то есть познакомиться с кем-то сегодня и узнать о человеке что-то – это важно. Если ваши интересы интересные, вы прыгаете с парашютом, играете в снукер, смотрите, изучаете сейчас, не знаю что, арабский, и вообще планируете хадж на Ибицу в ближайшее время, то, конечно, это будет интересно слушать. Если вы будете рассказывать… Если вы этого не делаете, придумаете что-нибудь. У меня есть этот… Тоже такой подлый прием. Мы, когда играем со студентами… Ну, с новыми студентами… Это редко бывает. У меня мало новых студентов. Но мы, когда играем в True-False, я всегда говорю, что у меня есть на столе I have a flag of Norway. И они всегда говорят, да ну, да ну, какая Норведия? Ну, черт. А между тем он у меня есть, и я им его потом показываю. Вот такой вот маленький, да? Это карты, играем в Норвегии. И за это тоже можно зацепиться, об этом можно поговорить. Или у меня есть вот тоже такая штука, когда у человека… Многие мужчины, особенно, они увлекаются спортом, и это на женщин никакого влияния не оказывает, а на мужчин сейчас вот если кто-то есть, просто вот позавидуйте мне. У меня есть журнал с наклейками КХЛ. 19-20. И я его тоже показываю иногда своим студентам, говорю, что я не просто… То есть я не просто сказал, что я там… Мне нравится хотей, я слежу за тем, сколько, значит, шайб Аничкин забьет, и больше Ликучерова. А я прям вот у меня даже… Даже журнал есть, мне уже 32 годика, но я все равно этим увлекаюсь. Это… Не стоит бояться, что вы будете выглядеть как-то глупо в лице. Глупо вы будете выглядеть, если расскажете, что «I like traveling and reading», как говорит большинство наших студентов. 78% профилей, 78% профилей, заполненных в Skyeng'е учениками, содержат информацию о хобби либо traveling, либо reading, либо и то, и другое вместе. «Куда вы путешествовали в 2020 году?» О чем поговорить? Пожалуй, не о чем. А что мы любим читать, это вообще такое… Попробуйте поговорить о книжках с каких-нибудь людьми. Получится не очень. Либо о таких книжках, которые мы не читали, либо которые они не читали. Сопряжение… Ну, а по школьной программе говорить уж извините, это как-то немножко тяжело. Тем более, что ее-то все читали в «Breehly.ru». Давайте последний какой-нибудь вопрос и завершим сегодняшнюю нашу встречу. Вопрос давайте возьмем из тех, которые поступили заранее. Сегодня, вот из сегодня, мы брали все вопросы, которые были раньше, а мы теперь из сегодняшних. Ой. Вот это вопрос прямо этический. Давайте я вам его напишу и озвучу. Ученик говорит, что ему предыдущий учитель нравится больше, чем я. Давайте его немножко шире сделаем. Не просто, что вот там предыдущий учитель. Когда вас с кем-то сравнивают вслух. Понятно, что сравнивают всегда. Студенты сравнивают, если у них это школьники, они всегда сравнивают учителей. И причем есть те, которым лайк, есть которым ну так, и есть которым прям дис абсолютный. А что делать, если сравнивают с другими учителями? Или это вообще не проблема и не стоит на этом акцентировать внимание? Но, но, но. Для начинающих преподавателей это может быть очень больно. Прямо очень. Есть какие-нибудь есть? Спросить, что нравилось у предыдущего учителя, что хотели бы видеть на моих уроках. Хорошая тактика. Виктория, по вашим комментариям, я чувствую, что с вами не забалуешь. К экзамену подготовишься? Конечно, к ОГЭГ, скорее всего. А вот это... Прокрастинатор, попадись вам на зубок, пожалуй, он сразу... Сразу и переломится. Принять как должное, настроиться на работу с данным учеником, позитивно, постепенно привыкнуть их оба. Угу. Это нормально. Вот я поддержу здесь полностью Ирину, ну и Викторию, естественно. Сравнение – дело обычное. Очень важно вот еще что с учениками делать и совершенно обязательно никогда не принимать на личный счет. Даже если вас хвалят или очень сильно не хвалят как личность. Мы работаем... Ну, даже с точки зрения социолингвистики у нас с вами есть иерархия субличностей, иерархия языковых субличностей. Мы одни с одними, одни с другими, другие с другими, и третьи с третьими. И даже сам язык, в котором мы разговариваем со своим начальником, со своими детьми, со своими коллегами, с партнерами и так далее, он разный. Сейчас, конечно, есть там тенд на либерализацию в компаниях, и у нас в компании я могу нашему CEO Георгию Соловьеву написать «ты». Но я не могу ему написать «ты че?». Это как бы технически, конечно, у меня есть такая возможность, но я так делать не буду. И когда вас хвалят или ругают, воспринимайте это насчет своих профессиональных качеств. Это может быть, когда ругают, это прям больно и неприятно, конечно. Но это нужно действительно расценивать как путь развития. Как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, помимо своей знаменитой фразы, он что-то все время про деньги, но вот это не совсем, но тоже с рублем. Он министр не рубль, чтобы всем нравиться. Говорил он в свое время о Сердюкове, по-моему. И преподаватель тоже не рубль. Поэтому воспринимайте все вот эти комментарии насчет профессионализма. И да, действительно, нужно выяснять, почему тот преподаватель был лучше, что он хорошо делал. Ругать предыдущего преподавателя, и это, к сожалению, тоже очень часто бывает, когда приходит один ученик, приходит от одного преподавателя к другому, тот его берет и говорит, ой, ой, как у вас все плохо. Это вы получаете 40 уроков, прошли и ни черта не знаете? О, да, как же там работали-то с вами, как же плохо-то работали. Такое даже, такое может быть. Да, есть преподаватели, даже не то чтобы их очень мало, которые действительно свою работу выполняют спустя рукава. Нам, как сообществу, за них стыдно. Мне стыдно бывает и за себя очень часто, потому что, да, я бывает... Мне стыдно за то, что у нас сегодня были технические проблемы, стыдно за то, что я затянул время из-за этого. И, в общем, я все время нахожусь с чувством... Живу с чувством вины постоянно. Но совершенно нет никакой возможности, и есть некая профессиональная этика, которая говорит о том, что критиковать предыдущего преподавателя просто нельзя. Это просто запрещено. Это не запрещено законом, никакими моральными принципами. Принципами на скрижалях это нигде не высечено, как и в граните, не отлито, вспоминая того же Дмитрия Анатольевича. Но есть принципы, которые нарушать не стоит. Ругать предыдущих преподавателей, даже если они ничего не делали. Нет, если вы не заучи. Только заучи имеет на это право. Не нравится, что новый препод много задает. Ну да, но с этим довольно легко. То есть, когда вы знаете, что не нравится конкретно, с этим достаточно легко действовать. Ну, мы это делаем, потому что. Верболизуйте то, что вы... Да, много домашнего задания. Ну, надо же сдать экзамен. Миленький мой. Ну, надо же сдать экзамен. Те же поставят 62 балла на ЕГЭ. Куда ты поступишь-то с этим? Куда? В аграрный. Устраивает ли формат, какие... Да. Последнее, что... Здесь прекрасное есть от Ирины комментарий. По окончании занятия уточнить, устраивает ли формат, и какие есть пожелания. It's a must. Мерзкая фраза из советской школы и советских учебников по английскому языку. Сами, кстати, учебники были более-менее, некоторые из них, кстати говоря. Например, в русском как иностранном лучшим учебником до сих пор считается учебник Start 1988 года. Понятное дело, что все реалии уже мертвы, но с точки зрения того, как он построен, он прекрасен. Поэтому я не ругаю советскую школу. Я ее несколько недолюбливаю просто. Вот. Но ИЦМАС действительно после первых занятий спрашивает у учеников, понравилось ли вам. И не просто понравилось ли вам, а как вам формат. Вот именно в такой формулировке это лучше всего звучит. Потому что did you like the lesson? Что вам ответят? Вам ответят, ну да, или ну нет. Что вы узнаете об этом? Да ничего. Учебная рефлексия обладает, ну, процентов 15 учеников в лучшем случае, то если они на высоком уровне, если они уже попробовали разные другие стратегии образования. До этого, ну просто, ну да, лайк, дизлайк мы можем поставить. Ну толку-то от этого какой? То есть если урок прошел плохо, вы это сами поймете. Если он прошел нормально, какая вам разница? Ну да, приятно, конечно, узнать, что ученику понравилось. Но вы это и так знаете. А вот если вы задаете вопросы по формату, если вы задаете еще и бинарные вопросы. Was it too fast or too slow? Too easy or too complicated? Should we add some grammar or should we eliminate grammar? Или minimize, или что-нибудь. Бинарный вопрос. Бинарный вопрос, на него очень просто ответить. Баечка такая есть про НПС. Есть такой механизм, да, проверки лояльности клиента, условно говоря. Ну, вы часто, вы сто процентов его видели. Когда после осуществления какой-нибудь покупки или какой-нибудь заказа вас просят отметить от нуля до десяти, рекомендуете ли вы этот сервис своим друзьям и знакомым. Вопрос кажется идиотский. Ну, то есть все, значит, ну, вот у меня есть шкала от нуля до десяти. Ну, поставлю семь. Этот тест предсказывает будущее поведение покупателя лучше, чем подробные опросники, customer development interviews и все прочее. Всякие глубинные интервью и все такое. Люди, которые ставят 9 и 10, скорее всего, товар купят. Семь-восемь, если у них не будет других инициатив. Меньше шести нет и никому не порекомендуют. Им что-то не понравилось. Почему этот тест настолько прогностичен, настолько он показывает поведение дальнейших людей? Потому что он простой. Когда человеку нужно рассказать, а что конкретно вам понравилось на уроке ему, после того, как... Представьте себе, что это вот такое, еще кто-то из вас в Сибири может быть, куда, я надеюсь, тоже скоро отправлюсь отсюда. У вас там пол первого ночи, он отработал весь день, пришел в 11, поел котлет на ужин, и вот он сидит, разговаривает, урок закончился, он думает, сейчас я бутылочку пива и спать. И тут вы ему спрашиваете, а что вам понравилось? Вот иди лайк. И он так... И все. И вспомнит просто то, что первое прилет ему в голову, чтобы вы от него отвязались. Это сложный вопрос. Когда вопрос простой, и есть два варианта ответов, но эти варианты ответов, которые вам нужны и вам нравятся, что много, мало, быстро, медленно, побольше, поменьше чего-то, нужно вставлять дополнительно, послушать аудирование. Есть у вас с этим проблемы? Я знаю, что есть, я все равно вам буду вставлять. Но я же вас должен заспросить или должен? Вы же должны мне ответить. У нас же осознанное обучение, партнерство, обучение в сотрудничестве. Вот эти все важные слова. И тогда вам человек скажет, да, да, нет, было нормально. Или, ну, немножко, немножко я вас не всегда понимал. Вы немножко быстро говорите. Задайте человеку вопрос. Do I speak too fast? Не зададите вопрос, он так и дальше будет на вас ухлопать глазами. Ну, я какие-то обычные истины уже говорю, потому что уже, скорее всего, заговариваюсь. Можно ли отправлять в конце урока анкету на фидбэк как подкрепление устным вопросом? Да, можно. Но, опять же, если это будет вот такая вот анкета, как бы количество вопросов, умноженное на количество ответов, есть величина постоянная. Чем меньше вопросов, тем больше ответов. Чем больше вопросов, тем меньше ответов. Поэтому обязательно за этим следите. И желательно, желательно, чтобы ответы, ну, если вы хотите много вопросов и честных, чтобы вопросы были простыми. А простые вопросы – это с multiple choice. Коллеги, большое всем спасибо. Еще раз приношу извинения за технические неполадки в середине. Большое спасибо за то, что все-таки дотерпели уже довольно поздно, еще вторник и сентябрь. Мы с вами продолжим общение на форуме в ближайшие дни. Ну, и вообще на форуме там много чего можно пообсуждать, поразговаривать, в образе своей негодования, протеста. Это буквально для некоторых стран. Вот. Поэтому встретимся как-нибудь еще. И всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok